Здравствуйте! В эфире программа «Факты и мнения». Мы продолжаем работу в сочинской студии «Кубань-24». Сегодня у нас интересные гости. Это доктор Ганс Иохим Боймлер, глава международного агентства, которое представляет интересы немецкого и австрийского бизнеса в России. Здравствуйте! Очень приятно, что вы согласились к нам прийти сегодня на интервью. И, наверное, самый главный вопрос, который волнует очень многих телезрителей. Как немецкий и австрийский бизнес относятся к той ситуации экономической, которая сложилась в отношении России? Я хотел бы вас поблагодарить за возможность здесь поучаствовать. Мой русский, к сожалению, не так хорош, поэтому мы будем общаться через переводчиков. На ваши вопросы мы все знаем, мы живем в очень сложном мире. Этот мир, в котором очень много безумия. Нужно с друг другом говорить, нужно друг к другу обращаться, нужно искать пути решения. В настоящее время мы видим, что в рамках этих санкций есть только потерпевшие победители. Строго Америка, мы, наверное, в ней не нуждаемся. Сочинский форум — это знаковые события. Сейчас будет много международных компаний, которые ищут сотрудничество. Здесь я могу сразу перейти как раз к возможностям решения. Нужно иметь разное мнение по разным проблемам. И нужно просто знать, что нас объединяет. Германия не должна забывать, что миллионы русских женщин, детей, мужчин создали возможность для мирного сосуществования. Я имею в виду, миллионы русских семей пожертвовали своей жизнью, чтобы Германия и Австрия снова поднялись. Поэтому, может, не нужно делать акцент на различиях во мнениях, а делать акцент на том, что нас объединяет. Сочинский форум 2015, как и все предыдущие форумы, состоявшиеся здесь, знаем, Россия — это прекрасный выбор. В России очень много умных женщин и мужчин, в России очень много интересных ресурсов. И то, что мы здесь находим, это сотрудничество. Мы можем учиться друг у друга, мы можем взаимодействовать. Россия и Германия могут друг у друга учиться. Есть мировые проекты, в которых можно сотрудничать. И поэтому, по большей части, я очень разочарован настоящей немецкой политикой. Мы также знаем, что более 6 тысяч немецких компаний ведут свою деятельность здесь, в Российской Федерации. И это подает надежду, и это решение. С какими задачами и целями вы приехали на Сочинский форум и удалось ли достичь их? Наша компания, например, представляет интересы более 65 предприятий. Это предприятия среднего бизнеса с количеством сотрудников от 250 человек. Здесь очень много финансового и экономического потенциала. Этот год и в настоящее время актуально сотрудничество в Российской Федерации. В какие сферы немецкий и австрийский бизнес готов вкладывать деньги в Россию? Это предприятия в области строительства, это предприятия из области производства медицинской техники, где мы видим большие возможности сотрудничества с компаниями-производителями медицинской техники. Это также компании, представляющие туристическую область. Ваша страна и, в частности, этот регион, Кубань, просто превосходно подходит для туристов. Сегодня и в предыдущие дни у нас были очень интересные переговоры с Республикой Крым. Очень интересные. Я из той части Германии, которая в прошлом называлась ГДР. Мы гораздо положительнее думаем о советской и тем более о российской истории. Мы снова пришли к пункту. Сотрудничество, сотрудничество и еще раз сотрудничество. Доктор Боймлер, расскажите, пожалуйста, по настроениям немецкого и австрийского бизнеса, как вы думаете, в ближайшее время может измениться политика Германии относительно России, экономическая политика? Это невозможно ответить. Однозначно. Важно сначала выслушать всех своих. Нужно выслушать других и нужно выяснить, какие есть совместные потенциалы. Конечно, я несколько разочарован, потому что в последние годы здесь, на сочинском форуме, присутствует гораздо больше представителей немецкого и австрийского бизнеса. Поэтому нужно обращаться не к российской стороне, а к австрийской и турецкой стороне. Они сами по своему желанию приехали сюда. Мы должны не ждать, мы должны дать импульс. Я, например, вижу, как меня здесь очень сердечно приветствуют. Мне всегда рады. Доктор Боймлер, скажите, пожалуйста, как вы думаете, готовы ли и немецкие, и кубанские производители, и инвесторы идти навстречу друг другу? Почувствовали ли вы это отношение здесь? Мы готовим очень много интересных стендов. Это были как строительные компании, которые реализуют инвестиции здесь. Это были компании из сельскохозяйственной отрасли. Очень много интересного для нас, потому что вы также планируете технологии. Требования Краснодара и, следовательно, требования российских политиков. Это выращивание ваще в теплицах круглый год. Здесь мы могли бы сразу начать сотрудничество. Или такие темы, как животноводство. Существующие проблемы можно достаточно быстро решить. Я повторюсь, нужно только сесть за один стол переговоров и сказать, сейчас мы начинаем. Я напомню, что гостем программы «Факты мнения» сегодня был доктор Ганс Яхим Боймлер, глава международного агентства, которое представляет интересы немецкого и австрийского бизнеса в России. Это была программа «Факты мнения». Всего хорошего. Увидимся на Кубань-24. Продолжение следует...